На протяжении двух дней в Крыму и Севастополе на разных площадках проходили концерты чувашских коллективов. Во время рабочего визита в этот округ представители официальной делегации республики встречались со своими земляками. Как живут чуваши в Крымском федеральном округе увидел и мой коллега Дмитрий Ковалев. Елена Фролова переехала в Симферополь более 40 лет назад, но и здесь она старается не забывать родной язык. Женщина говорит, что постоянно вместе с мужем просматривает в интернете информационные сообщения о чувашии. Именно так они узнали о визите официальной делегации республики в Крым. Все мы очень рады, об этом даже разговор не может быть. Раз в жизни вообще-то, это наши 40 лет проживания в Крыму. Вы бы лично приехали откуда-то? Сибирьевского района. У нас очень много Сибирьевского района. По праздникам поздравляем, без этого тоже. Всегда стараемся, всегда убедиться рады. Вообще отношения со своими земляками, которые сейчас проживают в Крыму, Елена и Борис стараются поддерживать. Говорят, что здесь они нашли друзей из Батревского района и Чебоксар. К слову, только по официальным данным в Крыму и Севастополе проживают более 2,5 тысяч чувашей. Сейчас здесь хотят создать чувашское землячество. Эту идею уже не первый год вынашивает заслуженная артистка Людмила Васильева. Она работает в филармонии Крыма, но в 90-х годах выступала и в чувашском государственном ансамбле. Мы хотим создать небольшой чувашский дом, общество культурное чувашское, чтобы мы могли там встречаться, чтобы мы могли встречать делегации, тех людей, которые будут приезжать в чуваши. Чтобы мы могли там встречаться, какие-то праздники праздновать. Человек должен знать свои корни. К своим землякам приехали и артисты чувашского ансамбля «Щавал». Концерт проходил с аншлагом. В зале не осталось ни одного свободного места. Именно этим концертом начинается культурное сотрудничество между нашими республиками. У нас в республике очень много интересных, классных, профессиональных и самодеятельных коллективов. Я очень надеюсь, что будет ваша воля, будет наша воля. И наши коллективы будут приезжать друг к другу в гости. Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что чувашский народ единодушно поддержал решение крымчан войти в состав России. Жители собирали гуманитарную помощь, выходили на митинги солидарности. Крыму такая помощь была необходима. Глава региона Сергей Аксенов говорит, что сейчас в округе пытаются создать благоприятную среду для представителей всех национальностей. Украинские власти этого сделать не могли. Республика Крым такая же многонациональная, как и Чувашия. Здесь действительно у нас представлены многонациональности. Все имеют возможность развивать свои культурные, духовные традиции. Возможности для этого абсолютно равны, предоставлены всем конфессиям. Готовы включать в наш формат межнациональных, межконациональных отношений представители Чувашской общины на территории республики Крым. Мы рады приветствовать вас на севастопольской земле. Надеемся, что ваше здесь пребывание было приятным и будет дальше приятным. А вот так с караваем и солью встречали своих земляков представители Чувашской диаспоры в Севастополе. Здесь она существует уже более 10 лет. Поначалу в состав общины входили только военные моряки, а сейчас в ней состоят и обычные горожане. Здесь им удалось создать и собственный чувашский ансамбль. По праздникам в Севастополе они устраивают выставки и дают концерты. Вспоминаем старинные песни, стараемся рассказывать в школах, в бибротеках. Часто мы собираемся на историческом бульваре. Каждый год у нас день исторического бульвара. Мы там показываем свои вышивки, национальные костюмы. Вот национальные костюмы мы в основном шили сами, вышиваем мы. Михаил Игнатьев поблагодарил земляков за вклад в развитие межрегиональных отношений. Активным членам общества глава республики вручил часы с чувашской символикой. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из городов Симферополь и Севастополь.